История Ольгинянской школы начинается в далеком 1939 году. Именно в это время в усадьбе Артура Ваньковича в Ольгинянах была открыта первая школа. Она была начальной и работала тут всего два учителя. Училось 35 детей. Во время Великой Отечественной войны школа была закрыта и только в 1944 году возобновила свою работу. В 1949 году здесь открыли пятый класс, а уже в 1960 школа стала восьмилетней. В 1961 году построили новое здание и дети смогли учиться в одну смену. Ежегодно в школе училось около ста детей. Такие исторические факты хранит Ольгинянская летопись, которая была написана в 1966 году. Красивые аккуратные почерки переносят в историю того времени. Ветеран педагогического труда Мария Бровко пришла на работу в Ольгинянскую школу в 1956 году. Тогда молодая учительница начальных классов еще не предполагала, что эта маленькая деревенская школа станет большей частью ее жизни. Здесь Мария Владимировна проработала 38 лет. Свой первый рабочий день в школе помнит, как вчера. Привезли напротив школы, высадили. Вот дорожка. Идите вон там, древы. Такая красивая мясовость. Такая красивая. А всюду обсажена орешником. Орехи росли. Берозы, липы, олени. Мария Владимировна для своих учеников была и мамой, и другом. Детям всегда пыталась донести лишь одно. Чтобы чего-то в жизни добиться, нужно учиться. Тогда учителя и ученики в школу ходили пешком. Большие расстояния и плохая погода были не помеха. В школе всегда царила теплая атмосфера. Здесь делали все вместе. Ухаживали за огородом, копали картошку, благоустраивали школу. Дружные и легкие на подъем. Такими были учителя и ученики ольгинянской школы. Дружно работали. Треба. Яблоки собирали в саду. Треба. У колхоза ходили бульбу копать. Правда, малые дети там не ходили. Более у сады там что-нибудь, робили, если треба было. Кветки, огород пололи за всюду. Всегда это было дружно. Не было николи ни руганий, николи. А дети дружные. И в то время никто не возил детей. Никто не возил. Усе ходили пешком. Усе ходили пешком. С мацкан бежить. Мороз на дворе. Холодно. Темно. Зимою. Одна бежись в ученицу. Зинаида Новецкая, директор мальгинянской школы, проработала 17 лет. Но перед тем, как занять эту должность, женщина долгое время была учителем русского языка и литературы. Зинаида Антоновна всегда старалась создать в школе комфортные условия. На порядке наводили от и до. Мы решили, нам не хватало класса. Мы там капитальный ремонт сделали. Класса делали от и до. Пианино приобрели. У нас и музыку вели специалисты. Вот. И сделали там верхний панский дом и верхний этаж был. И вот мы на этом втором этаже сделали библиотеку пионерскую. Вот. Как-то делали, делали, делали. Ремонтировали, дорожки заливали, обшивали школу, красили, крыши меняли. Все делали только ради того, чтобы было всем комфортно, было всем хорошо. Именно в Альгинянской школе Зинаида Антоновна встретила своего будущего мужа Марьяна Казимировича Новицкого. В школу мужчина попал случайно. До этого он работал в сельском хозяйстве. Затем окончил педагогический институт и пришел на работу в Альгинянскую школу учителем биологии, где и проработал 26 лет. Марьян Казимирович вел уроки химии, географии немецкого языка. Так раньше было во всех деревенских школах, вспоминает мужчина. Осваивать предметы приходилось на ходу. Но биология для бывшего агронома все-таки была ближе всех предметов. География была хуже. Посидеть надо было. Ну это ж я скажу. Биология, химия, география немецкая. А немецкий всю жизнь был. Иногда и рисование попадалось. Ну надо доставки до Грузии чем-то. Я по-душа биолог. Я же агроном, я же по-душа биолог. Так вот это мое. Это мое. И теперь люблю возиться с этим. Учителя Ольгинянской школы вкладывали в своих учеников все, что знали и даже больше. В результате с таким богатым багажом знаний каждый, кто приходил на учебу в городскую школу, становился медалистом. За время своего существования школа выпустила более 500 талантливых, активных и трудолюбивых выпускников. Из них получились отличные учителя, врачи, сотрудники правоохранительных органов, специалисты сельского хозяйства, библиотекари. А все потому, что в Ольгинянской школе всегда стремились быть лучшими. И у них это прекрасно получалось. Сложно, но интересно. Сложно, но интересно. Я бы сказала так, что если что-то хочешь сделать, надо изучать, надо узнавать, надо куда-то, может быть, и съездить, и делиться. И на курсах я побывала, и в Минске была на курсах, и в Гродно была, и посещала школы, видела хорошие, видела много интересного. Поэтому старалась и в школе. И я вот проезжала, вот часто там же родители, родственники Марьяны Казимировича, проезжаешь, прямо душа болит. Я помню, такая площадка у нас спортивная была. Я ее везла с Латвии, с Венспилса. Это мы поехали с учителем физкультуры. Это мы почти 12 часов уехали, даже и больше. Вот, приехали утром, рано, но мы привезли эту площадку, она была лучшая в районе, площадка спортивная. А потом этого ничего не стало. Где разобрали, куда увезли. Так вот, немножко сердце побаливало, что вот столько-столько мы вложили туда, столько вложили. Ну, такое время. В то время большую поддержку школе оказывал колхоз «Красный октябрь». Его председатель Чеслав Рынкевич когда-то тоже здесь учился. Для отличников учебы колхоз даже организовывал экскурсии и поездки. Школьники вместе с учителями побывали в Калининграде, Каунасе, Вильнюсе и Ленинграде. Здесь, в Ольгинянах, прошло и детство сына председателя. Владимир Рынкевич не учился в Ольгинянской школе, но здесь он проводил большую часть своего времени. Позже в школе учителем работала его жена Тамара. Здесь, в Ольгинянах, к слову, вместе с семьей Владимир Чеславович живет до сих пор. Здесь мы проходили спортлагера. Здесь тоже целый месяц был спортлагер. Ширинский. Так, его товарчество не помню. И его спортивное мы занимались и спортом, и прыгали, и бегали каждое утро. Но колхоз помогал. Всегда подарки на новогодние, чтобы дали. Органику привозили. Здесь все было засеяно, посажено. Овощи, помидоры. Даже королеводство. Раньше было, даже кроликов держали. Своя столовая. Картошку на зиму давали. Ну, потом, если надо... Ну, школа тоже участвовала в колхозной жизни. Они пололи бураки, там, кормовали, убирать картошку, там, что-то могли, то помоляли. А потом, естественно, какие-то денежные возрождения, и давали автобусы куда-нибудь в цирк поехать, в школе. Где-то, Тракай вот ездили раньше. Мы тоже вот здесь, когда спортсмен, потом автобус колхоз дал, и мы бы уехали в Тракай, мы бы смотрели. Вся здесь. Сейчас здание Альгинянской школы не узнать. Неизменной осталась лишь огромная, красивая, зеленая липовая аллея, которая раскинулась по всему участку. Теперь на ее месте расположилась экоусадьба. Но бывшие ученики сразу же узнают родные места. На этом месте была столовая, а вот здесь школа, а на этой площадке мы играли в футбол. И воспоминания о по-настоящему теплом, беззаботном и счастливом школьном времени будут с ними всегда. Воспоминания, конечно же, в первую очередь, они связаны с моей первой учительницей, Ренкейч Тамарой Михайловной. Вот, кстати, да, у меня есть фотография. Это мой первый день в школе, 1 сентября. И, если честно, у меня очень такие теплые воспоминания о Тамаре Михайловне. Потому что Тамара Михайловна, она окружала нас такой теплотой, заботой. Она вкладывала в нас все самое лучшее, что могла дать нам, новому поколению. Благодаря ее заботе, благодаря ее вот этой вниманию, любви, мы чувствовали вот такое какое-то тепло, как домашнее, уютное тепло. Я помню школу очень таким, знаете, местом, очень душевным, теплым местом. В отличие вот таких школ, наверное, сейчас, понимаю, по прошествии многих лет, в том, что сельские небольшие школы, они очень такие теплые школы. Они небольшие, при этом здесь такой, знаете, дух дружбы. И этот дух дружбы, он летает не только между учениками, но и учителя, и ученики, и родители, они все как бы вместе, все одно целое. И я помню, что вот эту теплоту, к примеру, когда проходили какие-то праздники, то есть участвовали все, участвовали и начальная школа, начальное звено, и старшие классы, и родители помогали организовать эти праздники. К примеру, вот на территории часто проходили, к примеру, масленица, вот такие, как праздники, да, очень часто проходили различные эстафеты. И при этом все как-то принимали участие, все были дружны, все друг другу помогали, все друг друга поддерживали. Какие-то такие очень теплые воспоминания.